Начинаем. Дмитрий Алексеевич, вам слово скажу. Вопросы? По игре. Комментарии игры. Не знаю. Честно говоря, что игры сложно. Мне показалось, что начало очень-то темно тоже с нашей стороны было. Какой-то, может быть, даже спонтанный характер носил его в начале. Какие-то игровые эпизоды во втором тайме. Вроде какое-то удовлетворение оставил. К сожалению, игры такие мизерные у нас. Может, в начале погода как-то внесла вот такую? Погода была одинакова, как для нас, как для Маганя. То есть, несмотря на счет, вы не очень довольны с решением игры? Нет, почему? Ну, результаты мы, конечно, довольны здесь понятны. Просто по содержанию каким-то эпизодом. А вы сегодня поставили Заболотного в атаку, а не Секимыча? Он как бы сам рвался в бой? Вы знаете, я всегда на этот вопрос так отвечаю, что у нас есть обоих футболистов, мы на них на всех рассчитываем. Какой там матч играет Секимыч? В Володе Кавказе Секимыч играет. Здесь мы решили выпустить Антон Дубов. Может, у него просто была дополнительная мотивация? Я думаю, что у него всегда запредельная мотивация. Это молодой парень, он прогрессирует от матча в матч. Я думаю, что с мотивацией у него проблем нет. Александр Ильич Лаврович. Александр Ильич Лаврович. Ваш что? Один тайм, когда ты тоже сначала? Как проиграли? Ну, первый тайм понравилось очень. Мы играли и, конечно, стремились. Понятно, что Урал очень сильная команда. Я думаю, что они будут вверху. Ну, конечно, второй тайм. Начало провалили. Такой счет. А так, ну, претензии какие, ребята? Сейчас нужно только работать. Больше ничего. У нас больше нет никакого выбора. Потому что какие есть, ребята, с ними и будем работать. Ну да, видно, что у нас 0.3-0.3 обидно очень. Ну, как мы по прошлым годам знаем, что у нас безвыходной ситуации не бывает. Будем их как-то упоминять. Есть время еще. То, что сегодня на трибуну пришли болячки, несмотря на такой дождь, как настроение все-таки подняло? Болячки всегда, они себя поддерживают. Нас всегда видят болячки, которые они... Болячки наши фанаты, они... Удачи. До свидания, удачи. Они всегда... Мы играем для болячков. Болячки, да, после таких игр, конечно, они настоящие останутся. Остальные, ну, я думаю, что постепенно его вернем опять. Ну, конечно, это сейчас очень тяжело. Либо комментировать после... Ну, 0.3 это тоже. Комментарии такие они. Не объективные будут. У печника серьезные травмы? Да, он 4-2 ударнул. То есть, ударнул серьезно. А Луктёнов в ближайшее время? Луктёнов тренирует, тренируется Луктёнов. Ну, мы как бы ждем. Мы на него надеемся все же. У меня, конечно, такая не обратная травма и очень долгая. Ну, надеемся сейчас, что он участвует в ближайшее время. Раньше помогал, и футболист такой неплохой футболист. Хорош. И конкуренция за место получает? Конкуренция, да, конечно. Конечно, сейчас... Ну, я говорю, тут комментарии как... Ну, после 0.3 это как-то... Но все равно, я говорю, что мы будем стремиться и стараться. Это, ну, что нам здесь делать? Нам опускать руки тоже нельзя. Нельзя, и... Будем какие-то решения, будем какие-то выводы делать, будем какие-то... Моменты у нас будут все равно... Ну, я скажу, что ребята, они сегодня все равно старались. Первый тайм, ну, как бы... Президент зашел, сказал, что, ну, все равно какая-то игра подъемная была. То есть, это на досчет там... То есть, у Урала там индивидуальное мастерство. То есть, они там... И Заболотный, которого мы... Тоже взяли с ЦСКА здесь, как бы, воспитали. И он сейчас в Урале прогрессирует, так сказать, как главный тренер Урала. Все какие мечты там. Ну, нападение очень хорошее. То есть, в данный момент они сразу возникали из нападающих, конечно. Нашим нападающим нужно как-то набрать немножко и... Будем с тем, кто есть, тем и будем работать. Усилять нападение? Ну, только будем усилять то, что на какие резервы есть у нас, тем и не будем усилять. Больше кого-то, может быть, найдем еще, чтобы еще там нападающим стал. То есть, посмотрим, какие-то есть. Варианты есть, все равно какие-то варианты будем искать. Дубль? Дубль тоже будем.